Под санкции попадают только крупнейшие российские банки, это бьет по нам, по народу, ВТБ, СБЕР и так далее. Под санкции попадают пространство потребления, под санкции попадают разные способы зарабатывания денег, которые не связаны с разрешением государства, YouTube, например, монетизация YouTube или Instagram и так далее. То есть фактически удар нанесен не по самой системе российского провинциального империализма, говорю словами классика, а по среднему классу, который как раз оппонировал власти. То есть западные санкции ударили по оппозиции в России. По большому счету. По большому счету, да, заставив часть уехать. По тем, кто уехал. Часть лишив экономической базы, просто люди, которые зарабатывали на YouTube, зарабатывали миллионы людей в стране.